Любой язык программирования заключается в том, чтобы взять какую-то информацию и что-то с ней сделать. Под информацией вы должны понимать данные. Эти данные представляются в программировании в виде переменных. Представьте себе, у вас работает какая-то программа, которая берет какие-то данные у вас на вашем компьютере. Эта информация хранится в памяти вашего компьютера. То есть представьте, что под каждый источник информации выделяется какая-то ячейка памяти, а переменные являются лишь ссылкой на нее. В языке программирования Java переменные представлены в следующих типах. Числовые, строковые и логические. Строковые переменные обозначаются ключевым словом string, логические переменные словом boolean. Но вот с числовыми переменами все намного сложнее. Они бывают совершенно различных подтипов в зависимости от того, какие числа должны содержаться в них. Выделяют типы int, short, byte, long, float, double. В описании к этому видео вы найдете инструкцию с информацией о том, в какой тип числовых переменных входят какие числа. Самым популярным и часто используемым по типам числовых переменных является тип int. Эти переменные содержат числа вот в таком диапазоне. Float, например, это числа с плавающей точкой, то есть дробные числа. С переменами типа boolean, то есть логическими переменами. Все просто. Они могут содержать только два значения. False и true. Ложь или истина. Они также могут принимать числовое выражение, где true, то есть истина, это один, а ложь это ноль. Также есть тип char, который может хранить только один символ. Может быть, ну, к сути перейдем. Это, конечно же, все хорошо. А как нам правильно пользоваться переменными? Итак, для создания переменной нам нужно ее просто объявить, то есть создать. Для этого сначала нам нужно прописать идентификатор доступа. Об этих идентификаторах мы будем еще позже говорить. Просто запомните, что private делает переменную доступной только в том месте, где она должна быть объявлена. А public делает ее доступной из любого места вашей программы. Ну и final запрещает менять значение этой переменной. Итак, мы вводим ключевое слово, например, private. Затем вводим тип переменной. Мы создаем строковую переменную, поэтому вводим ключевое слово string и прописываем название нашей переменной. Внимание! Название переменной пишется с маленькой буквы. Если название переменной состоит из двух или более слов, то используем горбатый формат. Первое слово с маленькой, а все последующие слова пишутся слитно, слитно с первым словом, причем все последующие слова после первого слова начинаются с заглавной буквы. Также очень важно, чтобы название переменной отражало то, за что она отвечает. После того, как переменная объявлена, мы ставим точку запятой. Теперь нам нужно положить в нее значение. В строковых переменных мы храним значение в кавычках. Чтобы положить значение в переменную, нам нужно использовать оператор присваивания. Этот оператор в программировании представлен в виде знака равно. Итак, мы уже создали переменную, то есть она уже у нас есть в памяти. Поэтому для присваивания строковой переменной значения нам нужно просто ввести ее название и поставить знак равно, то есть оператор присваивания и указать значение в кавычках. После чего поставить точку запятой. В языке Java каждая строчка должна заканчиваться точкой запятой. Также можно было бы сразу присвоить значение при объявлении переменной. Тогда наша запись выглядела намного короче. Вот так. Со всеми другими типами переменных все происходит по этому же алгоритму. Например, если мы объявляем числовую переменную, вместо string указываем числовой под тип данных, например int, и значение указываем без кавычек, просто в формате цифр. Вот так. Также данные могут храниться в виде массивов или в виде классов базы данных, но об этом мы будем говорить чуть позже. При Android разработке все указанные типы переменных очень часто используются, а также в качестве хранилища информацией выступают виджеты и классы базы данных. На следующем уроке мы разберемся с вами с виджетом TextView и на практике увидим, как работает процесс создания переменной в Android разработке. На связи был IT District. Всем пока.